здравствуйте не надо вставать очередное занятие проектная работа в области темноэнергетики ничего не буду вам рассказывать про то как проектировщик или конструктор начинает в муках творчества фантазировать и придумывать какую-нибудь гайку или шаёбочку это вы и так все понимаете что это конечно же является проектной работой это само собой куда узлы какие-то придумывает детали вычеркивает это все проектная работа я хочу вам показать и рассказать ту часть проектной работы которая сегодня является верхом достижения в этой области для этого маленький видосик посмотреть полтора минут это называется бим проектировать проектирование которые взяты из строительства бим это означает building information модели информационное моделирование строительство строение зданий а здесь проектирована в этих технологиях электростанция вот мы внутрь зашли и идем как бы внутри станции обратите внимание сколько много всяких разных труб оборудование вот справа стоит слева вот это все трубы трубы по ним же все что-то течет это котел вот дошли до котла вот это газоходы квадратные это тоже трубы и круглые трубы и вот это тоже по ним по всем что-то двигается по этим трубам зелененьким то что новое сереньким то что на станции осталось это модернизация реальной станции это реальный проект вот сейчас проектирование делается вот так но как вы видите это достаточно мертвая картинка раньше этот прием назывался макетирование то есть проектных организаций существовали специальные службы которые делали макеты оборудование и при помощи макетов определяли компоновочные какие-то решения сейчас это вот модель теперь смотрите какие трубы которые мы на станции не видели в них во всех какой-то материальный поток идет этот материальный поток тащит какое-то количество энергии а как узнать сколько чего и вообще что в этой трубе и в конкретный момент времени что там происходит этого нет в бим технологиях проектирование а это нужно и это важно чтобы вот это знать проекты делаются вот так станция разделяется на разные сечения это одна из схем электростанции это та же самая электростанция и вот эта схема отражает состав оборудования дают котлы и турбины вот связи какие-то трубы и в данном случае вот эти все трубы характеризуют только пар которые двигаются по станции каждая видите подписано сколько там чего куда зачем каждая точно так же основной конденсат другая схема это как бы другое сечение станции как сделать так чтобы в том проекте где вот бим проект ты идешь внутри станции раз ткнул пальцем в трубу что здесь внутри и теперь высыпалась вот эта картинка здесь вода здесь пар на этом режиме такая температура такой расход такая энтальпия такие параметры такое давление здесь сейчас в этот конкретный момент времени а у нас сегодня 28 января 2000 предположим там 25 года хочу знать вот этого нет сейчас и очень хочется чтобы было и вот сейчас в частности наши выпускники бегают по городу пытаются создать так чтобы вот это наложить на то потому что сейчас проектной организации делают одновременно вот это и одновременно то а это все как вы видите разные как не таких картинок на один проект десятки а хочется чтобы вот это все сразу в одном было варианте в цифре в информационных технологиях с вами рассматривали атомную энергетику и вы уже наверняка забыли а я напомню самые современные технологии в атомной энергетике сегодня в мире это поколение 3 плюс в нашей стране это поколение это реактор 1200 мегаватт он называется вверх той той это типовой оптимизированный информатизирован имеется ввиду то что он проектируется весь в цифре и эксплуатируется весь в цифре это сейчас создается этого пока еще нет это сейчас просто делаю и вот это и есть самая такая большая интересная глубокая сложная задача которая связана с проектированием в том числе и у нас вот этот проект который здесь сейчас я показал это наша проектная организация называется катас инжиниринг сделала для одной из электростанций нашей страны вообще если говорить о профессиональной деятельности и работе в области проектирования не бывает одинаковых проектов даже если ты делаешь на одной и той же станции меняешь котел номер один на другой например а потом на той же самой станции точно такой же котел номер два тоже на другую все равно это будут разные проекты потому что присоединительные размеры не те потому что параметры не те потому что парк паропровод пойдет не так потому что были системы не одинаковые потому что система гидроудаления будет по разному работать все равно это будут два разных проекта несмотря на то что на одной и той же станции ты вроде бы сначала номер один потом номер два заменяешь одинаковые на одинаковые же и поэтому если ты хочешь спокойной жизни и знаете как если ты любишь порядок во всем чтобы у тебя каждая вещь лежала на своем месте то скорее всего задачи проектирования не для вас потому что там суета чехарда беспорядок кажущийся все современное проектирование это знаете как ты нам решение давай а задачу мы потом поставим задача была поставлена вчера а решение нужно еще позавчера сейчас вот в таком ключе это все работает очень быстро очень бурно и некогда стоять и некогда вообще даже подумать о чем хотя казалось бы это будет размышление осмысление у нас в городе очень большое количество проектных организаций которые занимаются проектирование в области энергетики исторически так сложилось дело в том что у нас когда-то еще при советской власти были очень мощные организации проекты например деп теплоэлектропроект который разделился на много мелких сейчас и эти организации в частности теплоэлектропроект проектировал целые станции с начала до конца под ключ как сейчас это называется у нас септихэнерго септихэнерго и сейчас существует но и она осталась еще вот от советского союза другие проектные организации и сейчас а сейчас структура проектирования перешла в мелкие фирмы они группируются переформируются новые открываются старые закрываются есть те которые долго работают такие как катес или катес инженеринг есть новые такие как руслан и гамир например достаточно молодая организация или нова вообще в целом их больше двадцати основу инженеров проектировщиков во всех организациях города новосибирска составляют наши выпускники в области теплоэнергетики большинство из вас тоже окажется так или иначе в этих организациях работы много работа интересная жизнь бурлит зарплаты хорошие огромное количество .